Друзья мои, продолжаем уже, наверное, 56-ю походу серию. Давайте быстренько её начнём. Загружаем. И там, кажется, надо было снять осаду... Французы нас осадили, да, вот я вижу, ещё нас осадили. Сложная довольно осада. Германия. И, по-моему, ещё французы, да? Нет? А, нет, смотрите-ка, нет. Французы нет, значит, германцы. Ну, понятно. Давайте попробуем. Я тут пригнал крайней, да? Я сделал ставку на лошадей. Ну, посмотрим, что мы можем сделать. Так, давайте посмотрим. У врага есть стреляющая пехота. Отряд, значит, и катапульты тоже есть. Есть три бучеты. Это плохо. А генерал нападает такой серьёзный тоже. Ну что ж, давайте вступим в бой. Посмотрим, что мы добьёмся. Играет, одержит победу. Подумать. Если атаковать, то атаковать с правого фланга, начиная с атаки самого генерала-врага. Да, типа, конечно, начинать не будем. Может начаться обстрел. Ну ладно, давайте начнём. Начнём и сразу же... Сразу же начнём выводить кавалерию. Вот сюда. Ведём пока кавалерию подальше, да? Вот сюда вот. Пока месь отведём кавалерию. Ну давайте заодно прибавим вход. Ага, у нас тут подкрепление. Так. Вражеские отряды оставили. И... Тут интересный такой момент у нас. Придётся, наверное, конницу-то мне разделить. К сожалению, вся конница может пострадать. У меня есть два варианта. Я могу разделить конные войска по отряду, да? Один отряд направить непосредственно на удар вот этих вот арбалетчиков. И этот удар у меня вполне пройдёт. Пока один отряд будет атаковать арбалетчиков, второй отряд конницы займётся вот этими стреляющими ребятами, да? Этот удар у меня тоже пройдёт. Но потом уже будет дело за уничтожением вот этой вот всей толпы. Толпа здесь очень большая. И уничтожить её будет достаточно сложно. Либо у меня есть второй вариант. Я атакую. Ааа. Генеральское войско. С очень высокой вероятностью убийства самого генерала. И только потом остатками коней всех остальных. Очень рискованно. Но, наверное, я всё-таки сделаю ставку на вражеского генерала. Потому что, если я пойду атаковать вот эти вот машины осадные, меня, во-первых, расстреляют, и я не успею увезти войска. Сильно расстреляют. А во-вторых, у меня будет недостаточно гавалеристов для атаки генерала. Поэтому я всё-таки попытаюсь генерала протачить. По возможности, конечно. Не могу понять, почему они не производят атаку непосредственно по моим людям, находящимся в форте. В принципе, они могли бы, используя трибучет, их обстрелять. Но они почему-то этого не делают. Я не знаю, почему они этого не делают. И мне, честно говоря, плевать, почему они этого не делают. Мне это просто нарву. Всё, что мне нужно сейчас, это ударить по генеральскому отряду. И сделать это как можно эффективней. Именно с одной стороны. И надо ударить по нему. По вот этому стоящему юниту. И обязательно атака должна быть успешной. Только в этом случае, имеет смысл воевать дальше. Я готовлю свою конницу на удар генеральского отряда. Это будет довольно сложный удар, надо сказать. Но он должен состояться. Но давайте сделаем уже это. Вперёд. Всё, мы и кони побежали. Я не буду их как-то по-другому расформировать, там, да, клином каким-то строить. Так, есть кто-то будет убить. Мы их просто снесли. Резко назад. Убегаем, убегаем. Нет, генеральский отряд нам совершенно не нужно оттачить. Мы уже сделали то, что хотели. Вражеский полководец был убит. Видимо, он сильно пострадал при ударе. Этот полководец, да? Он сильно пострадал при ударе. Ну что ж, это нам на руку. Смотрите, они катят катапульты, чтобы нас протачить. Ну что ж, катапульт это плохо. Давайте теперь попробуем то, что мы планировали тогда. А именно удар по непосредственно катапультам и вражеским арбалетчикам. Один чардж мы уже сделали. Вражеский капитан погиб. Но наш капитан тоже получил серьезный урон. Поступим так. Здесь делаем поставим на паузу, сейчас продолжим. Я начал это. Запись. Я тебе там помещаю, да? Конечно. Ну что, ты домой идешь? Так, ну продолжаем. Продолжаем делать попытку. Сейчас подойдут мои отряды. Попытка будет достаточно сложной, надо сказать. потому что еще надо будет зацепить требушет. А посему я сделаю вот так. так, сейчас я тебе тоже будет удар надо будет сразу распитаться с арбалетчиком но только надо будет делать это очень быстро и чарджем а все складывается в нашу про чардж или немножко и отступаем мы победим сейчас нас могут уже обстрелять катапульты надо их снова проявить отряд так что у нас с арбалетчиками ничего бежать что я их тут что-то не ну а вот потихоньку-потихоньку будем приближаться надо их обязательно добить иначе не получится когда чтобы они нам навстречу пошли немножечко все они пошли мы им навстречу бежим чарж делать все мы про чардж или добиваем от этих вот наш брат по оружию погиб союзники могут отступить брат по оружию погиб это плохо на юзнике не отступится на брат по оружию погиб потому что сам туда пошел вот здесь скорее всего и замочить я его туда него не вел так ну ладно добьем этих гадов вот этой конец куда они бегут и пойму я же им сюда приказывать они че не видят цель смотрите они вообще в другое место ладно приведем таким вот образом странно не убить не могут ну ладно да а попробуем кому прочерпжануть ты лет вот этих ребят переводят дух да идет мелкие камешки не дадут сделать хороший charge тем ладно так мне нужна баллиста выводим баллисту а вон он вырвался убегает последний гаденыш это гнать его что они дух переводят да да пусть бежит знаете нифига не ладно мы его сейчас все таки догоним и добьем обязательно этот камень им надо было обрулить баллисту мою ребятки тащит да отлично сейчас мы будем наносить точечный удар а моя конница будет чарджить их в тыл копейщики да не страшно давайте удар с отступлением резкий вы чардж на с отступлением не очень хорошая идея зато отряд смотрите побежал отряд побежал неплохо мы протачки еще разок ударим снова отступаем но потеряли много войск смотрите они все бегут неплохие чарджи делает конница но при этом сама погибает тоже неплохо ладно за конницей остался неплохой чарджевый удар но к сожалению сама конница тоже много потеряла я по надеюсь что баллиста при нанесении значимого урона а заставит врагов отступить давайте хорошенечко выставим баллист будем стараться поражать только такие крупные соединения врага давайте даже огоньку добавим чтобы они больше бояльки туда пойдем залп сделаем сюда 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 теперь вот неплохо-неплохо сюда теперь уже чем прошлый раз теперь по вот этому отряду не очень хорошо давайте еще разочек вот уже лучше здесь сюда сюда теперь по этому отряду теперь по вот этим покойницы поднем разочек еще разок ладно всего одного коня ладно нормально теперь сюда сюда вот сюда давайте сюда мушка не попадем стоп отмена кавалерия а ну-ка давай фуфу а куда я этих бедов как все складывается в нашу пользу если ничего продолжаем бой мы победим так еще кто-то там по моему остался замешкался да кто-то там замешкался еще надо догнать этот отряд вот он обязательно догнать этих беглецов потерял половину бойца да враг уже сбежал давно с полевой догоним не догоним смотрите как прорашили да они почти через всю карту враг бежит догнать и уничтожить этой победой восхититься весьма все у врага осталось 500 человек в принципе половина мы потеряли 36 и даже сохранили войска для нападения а нам а мы сохранили войска для нападения на франкфурт вот видите да они готовят всякого рода войска для нашего для нашей атаки ну так как конница себя очень хорошо зарекомендовала мы конечно же и и наверное сейчас добавим так этих коней мы естественно переобучим они очень сильно пострадали этих добавить так тут у нас есть два как раз вот там но дух они явно недостаточно поэтому выведем пару сержантов так но не хватало бы нам еще немного баллист бы не помешало бы на всякий случай даже может быть отнять стоит отряд сержантов и добавить например баллист поэтому я отправляю одну из баллист на возможные подкрепления на возможное подкрепление вот сюда гронинге на следующем ходу начнет у нас митинговой да конечно очень высокие налоги да плюс надо армию вытащить обязательно ну приказать вынесли вытаскивать армию нужно для того чтобы они не убивали наших людей кстати баллисты надо будет переместить частично в замок и отправить на периферию я так думаю завтра мы продолжим вот так вот отсюда во войска также пойдут на гронингем поддержку атаки а вот еще поляки да на нас напали давайте сразу их убьем этих поляков посмотрим что у них тут но есть стреляющие кавалерии это все конечно плохо куча три бучетов ночное нападение сделаем и не заслужили милоцердия паспорт отряда ждите приказа так посмотрим это врага много стреляющих конницы в частности и в требучеты хорошо бы эти требучеты сразу-то и уничтожить но не думаю что мне удастся это сделать так ну лучники тоже имеются ладно давайте сделаем быстренько вылазку поставим на паузу и распределим войска потому что по другому не получится будем действовать именно так ну а наш полководец просто сюда выбежит ну что ж вперед посмотрим что у нас получится с этого всего я распределил атаки и еще один оттаченный удар на вражеских олучников ну вот сорвались с боков вражеские стрельцы смотрите как сильно они назад протачили очень неудачно конечно если ничего не изменится мы победим о по нам уже смотрите работают требуше по нам требуще ну ладно мы все равно попробуем доделать значит что конец вообще ни хрена не видится мы победим надо прогнать этих стреляющих боляков обязательно добив их там как только можно нет небольшой урон такой идет страшный так требучеты по нам тут вовсю стреляют да работают посмотрим как мы можем им ответить и отправляю армию на удар не раз атакую нужно действовать вношу ноги пока это возможно потому что там вражеские стрельцы атака да у меня ером ы двигател 국민 тоже к тяжелой пехоте. Естественно, мне это минус. Допустить я не могу этого. Ну да ладно. Поводим баллисты. Поводим баллисты. Кони, пока не спущая, отдохнут. Таким образом нам удалось избавиться только от фланга со стреляющей кавалерией и от фланга, где тут наши трусы, которые сбежали, им надо немедленно присоединиться к нашей кавалерии и поддержать войска. ВСП. А они вон там вообще взорваны. Хорошо. Начинаем перемещать наши баллисты. Ну и, естественно, мы их перемещаем в храм. В принципе, я делаю это относительно без опаски. кавалерии. Потому что враг, в общем-то, для нас основной это вот этот вот стреляющий, стреляющие юниты. люди, но я их слишком-то сильно не боюсь тоже. Мне сейчас главное значительно уменьшить количество врага на территории. Да и самих не мешало бы арбалетчикам покоться, нет? Давайте попробуем это сделать. Они вон нервничают, но идут все-таки в атаку. Так, стоп-отмена. Нас обстреливают каким-то образом. О, наши вообще туда войска в ближнюю стыки пошли. Че-то. Че-то не могу понять, че они в ближнюю-то пошли. Совсем они, что ли? Вот видите, добегает че-то. Че они в ближнюю-то бой пошли? Че они туда ссунулись вообще? Издалека надо. Так, ну еще немножко подъедем. Ну тут, видимо, еще надо. Ммм, еще немножко надо. Все, уже здесь может попасть. Не пойму, куда они пошли. Ладно, раз могут попасть, пусть попадают в суд, стоить как близко подошли. Ой, блин. Не-не-не, будем уходить. Так, конница сорвалась, да? И сразу убегает, и сразу убегает. Смотрите, как гляну. Нас атакуют. Интересно, кто нас там атакует. Конные стрелки, что ли, так далеко в них? Своими страничными арбалетами. Попробуем коней этих перехватить. Надо гнать их, пока не убегут далеко. Как они одновременно стреляют и едут, не могу понять. Нахрена крутые там стрелки, хочу я вам сказать. Так, ну все, мы уже здорово потеряли людей на этих стрелках сраных. Надо их добивать, либо прогонять с карты. Иначе они мне всех уничтожат. Заняться уже надо вплотную этими поляками сраными. Смотрите, как, а, отстреливаются все-таки, а? Мы в том, что, боезапас бесконечный. Люди мои уже устали, а эти все бегут и бегут воодушевлены, все-таки будут всю карту бежать. Ладно, пошли мне в жопу. Видите, не могу их поймать совершенно, они вот, не бегут очень быстро. Атака очень мощная. Мне вот этими ебаными обстрелами меня сейчас просто уничтожают нам своим ебаным бегом. Так не богу бесит. Нас атакуют. Нужно действовать. Ничего. Я сейчас оторвусь на тяжелых войсках. И убегаясь, зрители. Ладно, пусть они убегают. Они практически полностью уничтожили мою кавалерию. А ее еще должно было хватить на вот этот отряд. Так, баллисты подтягиваемся снова все сюда. Полководец идет сюда. Там еще, смотрите, эти стрелки остановились, а. не убегают гаденыши. От них идет очень большой урон от этих стрелков. Они бегают по всей карте очень быстро. И практически очень сложно, мало реалий их поймать на самом деле. Но так вот из-за них бои-то и растягиваются. А эти мои конницы еще пришлось их не в фланге уничтожать. Здорово они потрепали отряды баллистов. Так, ну я удал приказ. Баллистам обстреливать все цели. Арбалетчики их не нервничают, но сейчас они будут терять людей. Так, арбалетчики пытаются протачить конницу. Но в какой-нибудь я приказал бежать. Ага, смотрите, они начали оттачить баллисты. Видимо, они вырвались вперед, увидели баллисты и начали оттачить баллисты. Так, ну что ж, баллисты придется снова увезти. Ну они естественно бегут их добивать, но у них ничего не получится. Они возвращаются на исходную. На исходную. Но они ничего не смогут сделать эти арбалетчики. Их осталось мало. Баллистов осталось мало. А баллистов у меня еще достаточно. Вот они уже теряют людей. Практически полностью мы перебили отряд арбалетчиков. Ну этих ребят надо полностью, конечно, уничтожать. Все. Огрубили. Теперь переключаемся на всех остальных. Со всех абсолютно артиллерийских возможностей мы сейчас будем по ним стрелять. Всей артиллерии. исталь cryptocurrency. убьем ихнего полякского стрелять без приказа, раз они все будут устрелить мрак потерял половину бойцов все мы будем уничтожить да не очень простая победа но мы все-таки сделаем проблема была в том что наших кавалеристов одолели вернее не одолели а давайте может выкупят и новый человек в свите так но я тут потерпел большой потерю войск это кавалерию надо будет переобучить обязательно а ряды пополнить новыми войсками баллисты мы также переобучить не можем ввиду наверное отсутствие денег так этот убийца сыграл угу понятненько надо полякски захватывать город наверное вот этот я думаю да я тут собираю как раз людей давайте прибавим высокие налоги поставим нам как раз деньги да нужны посмотрим что у нас на этом фронте ага на этом фронте нам не дают зайти вот эти вот гаденыши да встали на мосту не надо будем здесь стоять в таком случае я их просто уничтожу ну ладно пока пусть один ход я им разрешу но не более одного хода так что у нас здесь ага конница небольшой отряд конницы ухм и убийца да вражеский так что у нас здесь эти французы уже давно бы их разбить бы надо было бы ну приказать да я убью вас его славу да может такое произойти на самом-то деле ладно а похоже что все сыграли все кто могли юниты перемещены и мне теперь нужно делать ход для того чтобы для того чтобы с новыми деньгами так сказать все это начали да давайте сохранимся давайте 103 слот да и сделаем уже ход на острые ситуации немножко побудем вот здесь да нас могут атаковать таки мы у них на территории проследим опять там французы что-то там затевают ну вот я так и думал да нас опять атакуют германцы опять нападают на форт собрали силы и атакуют атакуют форт ага смотрите-ка как оно получается испанцы миновали нашу армию пошли сразу на замок они думают что им удастся взять наш замок вот это наглая принцесса мы сейчас естественно убьем а там еще идут оказывается у нас и да я то думал у них остался город один они еще туда идут да португальцы ну да ладно ладно ведьмы опять бродят армия подкуплена оооо кого там подкупили сколько ж можно а назовите место где мы вступим большой отряд армии всегда могут подкупить подходящий жених об уберем так ну что ж придется эту армию разбивать похоже что нам а я то вел эту армию на подкрепление да видите вот этот хер здесь стоял взял и подкупил мою армию зашибись конечно ну мы эту армию естественно разобьем и получим с этого немного нашивок пусть он попробует нашу армию подкупить сейчас так здесь переобучиваем войска делаем найм давайте кавалерию и латников потом нападем на этот город и захватим их португальцы совсем обнаглели подкупает тут моих людей понимаешь ли так 104 но нет небольшие отряды в этом костюме